Любимая песня Коржа. Вот, отлично. Спой! Но я, так скажу, никто не пытается залезть в мою шкуру, как-то понять почему-то. Я же не могу пожизненно быть факелем. Самая красивая волейболистка. Ну, то есть, я сейчас скажу все, я люблю свою жену. Безусловно. Я скажу, что мне, так если брать, мне нравится Кимбрилли Хилл и Елена Хавелкова. Сейчас первые годы, когда я что-то там, ну, прям трачу. Вот, потому что до этого я, грубо говоря, очень много откладывал, все копил. И, как бы, первые годы я вообще 90% там, грубо говоря, копил и отсылал родителям. Самое первое, это вот твоя последняя сториз. Я с такой белой завистью посмотрел, как ты катался на велосипеде. У нас тут вот такая вот погода примерно. Да, да, да. Поэтому расскажи, где ты сейчас и где так можно круто поездить? Ну, я на родине, в Бресте, в Беларуси. Вот, у нас довольно тепло здесь. Было, как я только приехал, в марте там до плюс 20 были дни. Поэтому сейчас, ну, как, если ветер, то прохладно, а так вот на велосипеде довольно приятно, когда солнце перегревает. Ехал там просто район такой красивый, это на крайне, ну, точнее, даже за городом. Вот. Поэтому такая картинка красивая. Ну да, прям как с курорта какого-то. Ну да, там просто построены домики в стиле, как вот в Америке. Там все заборчики низкие такие, все, как бы, аккуратно. Слушай, круто, что ты в Беларуси, еще в том плане, что это такая самая необычная страна в Европе сейчас. Единственная, в которой не признают до конца коронавирус, в которой играют в футбол, в баскетбол, да, и во все, что только можно. Как там все вот это изнутри смотрится? Я собаку выгуливал, у меня тут недалеко стадион Динамо Бреста. Вот. Шел тур чемпионата. Ну, трибуны там процентов 20 заполнены. Так по трибуне раскиданы, люди так сидят. Вот. А остальные за забором там смотрели тоже так сдалека. Ну, так взглянул. Ну да, необычно, что в мире происходит такое. Как бы все на карантине, а в Беларуси довольно лояльно. Как бы люди все равно понимают, что не все так просто, но все работает. Они обязаны работать, пока ничего не закрывается. А у тебя какая-то есть позиция по этому вопросу? Я, наверное, не придерживаюсь, что так нельзя прям. Все равно должны какие-то меры предприниматься. Да, стоят дезинфекторы там во всех местах общественных. Но как бы я вижу в глазах людей как бы непонимание, чем это чревато. Потому что я не думаю, что здравоохранение в очень прекрасном состоянии в Беларуси. Потому что если так халатно относиться, ну, могут быть большие последствия. Беларусь такая страна, которая за счет финансов не особо может вытянуть там последствия этого карантина. Грубо говоря, это та же Россия, у которой большие ресурсы. Поэтому, я думаю, немножко надо более, так скажем, ответственно подойти к этому вопросу. Ну а в целом, вот это все-таки такая большая мировая истерия? Или реально одна из самых серьезных проблем, с которыми человечество сталкивалось? Ну, я думаю, что сейчас такой век просто технологий, так скажем, цифровых. Вот, и просто раньше, наверное, не так все развито было. Сейчас много фейковой информации, много разных информаций, которые все перемешиваются, это происходит как ском, и люди не могут фильтровать там, что так, что не так. Не хватает информации, не хватает там достоверной информации, ну и так далее. Из-за этого происходит еще более сильный процесс из-за этого вируса. То, что люди сначала не верили, что их коснется это. То есть халатно относились во многих странах. Ну, то есть не предпринимались никакие меры, они думали, что не коснется и так далее. Из-за этого я думаю, что да, это большая здесь проблема. Вот, потому что сейчас уже что делать? Сейчас только как-то стабилизировать эту ситуацию там и выходить уже на уменьшение этого распространения. К тебе было много вопросов по поводу того, как ты проводишь карантин. Вот сразу их давай объединим, чтобы этот гешталь закрыть. Как тренируешься, что читаешь, что смотришь? Ну, сейчас, кстати, я нахожусь в комнате, где у меня весь спортивный инвентарь. У меня такая свободная комната. Домашний спортзал. Да, у меня нет мебели вообще в комнате. Вот я только купил компьютерный стол себе. И, в принципе, здесь занимаюсь. Я там выкладывал сторис, у меня там коврики. Ну, в общем, я сейчас докупил все, что мне надо. Вот. И занимаюсь. Ну, на велосипеде катаюсь. Иногда бегаю. Вот. В таком быхе. Книги, фильмы? Книги нет. Я не любитель с самого детства книг. Как ни пытался. Мне интересно. Ну, я научно что-то читаю, но такие художества не читаю. А так, компьютер... Ну, провожу достаточное время в компьютере. То есть, то, что я в сезоне почти не делаю. То есть, я как бы сейчас в игры играю. Я не помню, когда я последний раз. Ну, я как бы поигрывал там вообще буквально час в неделю, если я мог это позволить себе. То я помню, как я в детстве играл. А сейчас вот купил себе компьютер, стол и как бы играю. Во что рубишься, чтобы могли подсоединиться к тебе ребята? Я играю в Call of Duty, Modern Warfare. И сейчас есть новое поколение. Я играю в старое. Играю в танки. Ну, конечно. В Беларуси-то как. Да, да, да. Ну, как бы у меня папа тоже играет. Мы там можем даже подсоединиться, играть вместе. Ну, и вот так провожу время, чтобы голова разгружалась. Тоже, как бы, такое время не очень, чтобы там запариваться. Устал играть, идешь, тренируешься, управляешь упражнения. Там пошел, потом на кухню приготовил. Ну, с женой там что-то на кухне. Ну, такое все в спокойном режиме. Давай к итогам чемпионата России. Факел занял шестое место, да. И, получается, на шестом и остался. Шестое было в регулярном чемпионате. Насколько тебе кажется вот такой расклад справедливым? Ну, наверное, мне сейчас сложно судить, потому что я концовку сезона вообще не проводил. Я как бы смотрел так все со стороны. Да, там сказали обстоятельства. Вначале Дима был травмирован, потом я травмировался. Вот. Когда я травмировался, мы были на втором месте, по-моему, или на третьем. Там, насколько, по-моему, вот. Естественно, начинают сказываться какие-то, ну... То есть за регулярный сезон сложно. Это все, естественно, все ориентируются на плей-офф. Вот так же и я там, меня не форсировали. Я восстанавливался спокойно и готовился к главным играм в плей-оффе. Но у него не состоялось, поэтому, ну... Получилось, как получилось. Понятно, что, наверное, мы должны быть выше. Вот. Но, в принципе, такой... Какой год, такое и такое место. То есть год странный и место странное. Поэтому я не думаю, что его просто надо забыть, как старошный сон. Вот. И я думаю, спорт сейчас вообще это на отдельном месте. Потому что немножко сейчас... Так, в общем, даже человечеству надо задуматься немножко о другом. А о чем сейчас нужно задуматься в первую очередь? Ну, я думаю, что о родных своих, о близких. Даже о себе, там, подумать, что вообще там... То есть столько времени много. Когда люди, там, ходят с работы на работу. И, там, грубо говоря, у них вообще нет времени. То есть у них все это занимает. Идут на работу, там, сидят на работе, приходят домой, ложатся спать. Ну, и такой вот день с рука. Они не думают ни о чем, как, чтобы заработать деньги для семьи, там, как-то прокормиться, что-то оплатить. А сейчас просто... Ну, понятно, я не беру сейчас большие проблемы, там, вот, что сейчас происходит в России. Но... Просто подумать, что им надо вообще в жизни. Самое главное, там, вот, беречь там близких, следить за пожилыми людьми и так далее. Ну, то есть время остановиться, да, и посмотреть по сторонам. Ну, конечно, да, потому что... Такого я не... Ну, вот я, ну, довольно молодой, но я не помню за свое время, чтобы там... Было такое хоть раз в мире, чтобы вот так все люди засели, так вот все люди, ну, то есть, изолировались и так, так скажем, закрыли в своих квартирах и столько времени подумать было. Ну, то есть я не помню, чтобы так... Локомотив настоящий чемпион? Не, они красавцы, к ним вопросов нет. Но там, понятно, что другие клубы не одобрят то, что... Кто-то не сыграл с ними по две игры, кто-то там не сыграл с ними там... Ну, и так далее. То есть там много нюансов, вот. Все настраивались на плей-офф, вот. Понятно, что появились новые обстоятельства, но что поделать? Да, наверное, чемпион. Да, может, не до конца, но... Такой год, странный. И странный... Ну, пускай это будет такой вот странный год, который так сложился. А смотри, в футболе очень многое финансирование команды зависит от того, попадает она в Еврокубки или нет. Насколько в волейболе вот это вот работает, ну, с учетом того, что вот сейчас файлов шестой, да, мимо Еврокубков, какие-то у клуба возможны в трудности вот в этом плане? Я, честно, даже не знаю, наверное, возможно. Потому что время тяжелое, и я думаю, что еще... Сложно вообще говорить, потому что я, как считаю, еще даже на середину вот этого всего мы не вышли. Вот, поэтому что там дальше будет, какие последствия, вообще страшно думать и там не хочется думать, но я не думаю, что это будет легко, это не будет легко ни для какой профессии, потому что это довольно тяжелое время, которое там, я думаю, надо будет всем потерпеть. Егор, один из главных вопросов, и запросов по нему было много, и вот здесь уже тоже про это спрашивали. Следующий сезон, рассказывай, где ты будешь? Уже агент твой говорил, что там практически договорились с «Зенитом». На польской википедии уже висит, как будто ты в «Зените». Я ждал этого вопроса. Естественно. Я думал, что его зададут раньше. Ну, я немножко потянул время. Ну, да. Ну, вы же читаете статьи. Да. Ведут переговоры. Вот. Пока все на паузе. Ну, в плане, что коронавирус. И довольно сложно вести какие-то... Ну, то есть, может все... Пописать что-то невозможно. Ну, так скажем, с ног на голову можно все перевернуться, и это тяжелое время. Сложно говорить о каких-то таких утверждающих. Поэтому я не могу сейчас ничего утверждающих сказать. Вот. Вот скажу, что все, что вы читаете, прочитали. То, что ведутся переговоры. Да, они ведутся. Угу. Ну, а предварительно вы уже о чем-то договорились? Ну, то есть, особенно Вербов сказал, что он тоже еще не подписал контракт, потому что не может это сделать с Кузбасса. Но, в принципе, уже устно все решили. Вот у тебя в какой стадии? Ну, в стадии, что я как бы готов поменять свою жизнь, так скажем. Вот. И это совокупность факторов и так далее. Вот. Что, наверное, там все равно этот шаг когда-то надо будет делать. И, как бы, посидев, подумав, ну, как бы я понимаю, что я еще размышлял об этом, естественно, заранее. Там никогда еще вируса этого не было. Вот. Угу. В более спокойной обстановке. Вот. Поэтому я тогда принял решение в себе в голове, что, наверное, я готов сделать какие-то изменения в своей жизни. Ради, там, себя, карьеры, жены и так далее, и так далее, и так далее. Много факторов. Угу. Почему именно сейчас? Потому что я знаю, к тебе было, ну, чуть ли не после каждого сезона в «Факел» поступали предложения. В том числе, например, от «Казанского Зенита», да, который вот все эти годы был топовым клубом. Все выигрывал. Ты каждый раз продлевал контракт с «Факелом». Что сейчас вот? Да, ну, понимаете, я, честно, у меня очень долго за это все время сколько там писали. Я просто новости не читаю. Мне все присылают статьи там и так далее. Я, как бы, отписан на всех пабликов, но с 2016 года. Вот. Но я, как бы, у меня все равно там информация доходит. Но я, так скажу, никто не пытается залезть в мою шкуру, как бы, там, как-то понять, почему так, почему. То есть я же не могу пожизненно быть «Факелем». Ну, конечно, то есть 7 лет, да, там, по-моему? Да. То есть я считаю, что я все, что мог, я отдал. Понятно, что можно и больше, но никто не задумывается. Это довольно тяжело в плане, там, перелетов. Это довольно тяжелый клуб, который там без домашних игр своих. Всегда летаем. То есть у меня появилась семья и так далее. Это тоже большой фактор. Мне хочется проводить больше с своей семьей времени. То есть жизнь короткая, как бы, и постоянно находиться в самолете тоже не классно. Вот. Многие-то могут говорить про финансовые условия, что они лучше. Но наверняка будут говорить, что «Зенит»… Да, пускай говорят… Да, я не против, но фактор был для меня самым основополагающим. Во-первых, это выйти из какой-то, ну, условной зоны комфорта, потому что ты уже привык в этом клубе играть. Это как рост, как для профессионала. Плюс, там, я не знаю, ну, понятно, что неоднозначный такой момент, как бы. У меня еще год контракта, там, понятно, с файлом. Но, ну, пришло у меня понимание, что, наверное, в своей жизни я готов что-то поменять. И это, я довольно считаю, что это довольно, ну, как бы, сильный поступок. Потому что, когда ты, в принципе, уже на колее, грубо говоря, и ты играешь в одном клубе, ты все понимаешь, как все построено. Тебе, как бы, удобно. Вот. Да, ты растешь. Ну, как бы, карьера не такая долгая. И хочется, как бы, прогрессировать. Хочется, как бы, менять свою жизнь. Вот. И я понял, что я готов ее поменять. Вот. И все. Потом я, ну, начались приговоры. Все были в курсе, там, и не перед кем, там, ну, то есть, руководство. Не по тихой, да, вел как-то, а факел? Нет. Ну, конечно. Там все было чисто, ну, на чисто этой. То есть, я спокойно разговаривал на эту тему, там, и так далее. Все приводил свои доводы. То есть, я, ну, как бы, отдал клубу довольно много своего, ну, своих лет. И, как бы, мне кажется, естественно, моя часть меня где-то останется, там, в факеле. Вот. Рано или поздно все равно этот момент произойдет. Как бы, там, болельщики меня, так скажем, не чехвостили. Какой я нагле смог, там, там, факел променять. Ну, это жизнь, как бы, естественно, я хочу, там, для своей семьи лучшего. И так же для себя, как для спортсмена. Слушай, ну, ты, вроде, нормально уходишь, да? Поэтому, я думаю, болельщики все-таки не будут особо чехвостить, там. Ну, я просто, да. Да, я просто, понятно, что все недолюбливают, там, «Зенит». Вот. Но, блин, как вам объяснить? Клуб, который может это себе позволить, так объясню. Но почему он должен, там, грубо говоря, если он может купить этих игроков, или, там, сделать это, понятно, что, там, это выглядит так, но почему он не должен этого делать? Ну, и я, как вижу, как со стороны игрока, почему я не могу их сыграть с сильными игроками, там, и так далее. И, как бы, тот же прогресс. То есть, каждый год, там, покупаются сильные игроки довольно. Вот. И я не вижу, ну, лично, как игрок, ничего плохого в этом. Насколько важно было в принятии решений в пользу «Зенита», что туда переходит еще Политая, в Бризар, то есть, ну, компания такая, прям, набирается, очень мощная. Уже есть ребята из сборной, с которыми тоже хорошо знакомы. Так, еще раз, еще раз. А то отвлекся на вопрос просто, тут такие вопросики интересные, ну, ладно, хорошо. Прочитаем потом. Ну, ты можешь отвечать сразу по ходу. Я спрашивал у тебя по поводу того, что уже и Политаев, и «Зенит» переходит, известно, да, и «Бризар». Ну, и, то есть, там, компания такая, очень солидная, набирается. Ну, да. То есть, ты как-то это учитывал, вот эти моменты, вообще? Честно, я больше за русских парней, вот, я там «Бризар», там, естественно, я не, там, не рассматривал, там, по переходе «Бризар», там, и так далее. Я, во-первых, вообще думал еще, когда там, грубо говоря, никаких даже, ну, новостей не было. Но для меня было важно, там, это город, в котором удобный для перелета, для жизни и так далее. Это тренер тоже, чтобы был хороший, потому что Факель – очень хороший тренер, вот, с которым я, грубо говоря, как игрок вырос. И это русские парни наши, вот, которые, там, играют. То есть, Дима, ну, то есть, вот такие люди, которые, там, в сборной, то есть, мне важно играть с русскими игроками, которые, там, в сборной. Цель такая, вот, да, чтобы идеально, как вот, когда ты там озвучила, чтобы Питер реально сделал базу такую сборной, ну, или любой какой-то клуб, вот. Это очень будет полезно для, для вообще страны, там, какие-то связки игроков, такие, которые, ну… Потом переносить можно. Потом, конечно, потом будет это просто слаженный механизм, который, там, просто равных не будет. Как в свое время, там, объединялись в Бразилии, там, игроки в клубах, там, делали это перед Олимпиадой за год. Они, там, съезжались в клубах, там, грубо говоря, костяки такие, типа, по четыре человека. И, как бы, уже у них, там, налаженные, грубо говоря, такие шестеренки. Ну, да. Ну, да. Томас, насколько тебя импонирует его стиль работы? Мне очень импонирует. Понятно, там, я вот, тоже прочитал, Макс оценил его работу. Да, да, я хотел. По-своему, да. По-своему, да. Просто есть вопрос в том, в русском менталитете, да, некоторым игрокам нужен пинок под зад, да, который кто-то может сам себе дать, а кому-то нужен тренер, который тебе будет постоянно давать пинок, и там, грубо говоря, такие вот жесткие наставления. Вот. Я скажу, что для меня, мне достаточно, он может тоже быть жестким, понятно, по-своему, да. Многие игроки просто смотрят на него немножко через другую это. Он довольно молодой игрок, и там очень много именитых у нас игроков. Вот. Вот. Я не настолько именит, чтобы там, грубо говоря, рот свой открывать. Вот. И, как бы, для меня любой тренер – это уважительный человек, который, там, меня тренирует. Вот. По поводу жесткости, мне, допустим, не надо жесткость. Мне, там, расскажите, что как, обучите, там, и расскажите, я, ну, буду стараться выполнять. Адекватно, нормально, и тренер, которого мне достаточно по поводу жесткости. Что-то меня подвисать немножко начало. Сейчас видно? Да, да, да. Я не знаю, у меня это или у тебя. Егор, смотри, а, в принципе, ну, вот распространен стереотип, что для русских игроков нужен такой жесткий тренер, вот как Шляпников, который все держит в таких рукавицах ежовых, да, что все под контролем, сколько есть, во сколько вставать, дисциплина. И что демократичные европейские тренеры, ну, не работают при нашей менталитете. Что ты думаешь на это сейчас? Вот я и говорю, что, как бы, у нас все равно сейчас меняется немножко поколение. Понятно, многие игроки еще выросли при той системе, вот, жесткой. Поэтому они, как бы, и привыкли к системе работать. Но, как бы, поколение меняется, приходят более молодые игроки, и, как бы, и стиль волейбола меняется, и подход к волейболу меняется, и так далее, и так далее. И, как бы, та жесткость уже, наверное, не сходит, как раньше. Потому что, ну, жесткость, она должна быть, но она должна быть оправдана в нужное русло. То есть, тренер должен быть очень глубоким психологом и включать ту жесткость. Вопрос другой. Тренера должны уважать. С этого идет база. И, как бы, если ты уважаешь, тебе не надо жесткость. Ты уважительный. Тебе не надо. Тебе достаточно, чтобы он на тебя глазами посмотрел, и тебе все, ты все понял. Не надо, там, какие-то жесткие меры, чтобы, там, понять. Вот. Поэтому я думаю, что база – это уважение, там, к человеку. А потом уже начинается уже остальное все. Но тебе комфортнее при каком тренере работать? Вот ты, три, да, взять углы бы в сборной, с которыми ты был. Олег, Нашляпников, Томас. Я скажу, что все эти люди большой след в моей карьере сделали. И в игроках классно то, что они должны брать все, что могут от каждого тренера. Да, грубо говоря, Владимир Иванович мне очень многое дал, там, для моей базы, как становления, как игрока. Вот. Дал мне много очень авансов, которые я где-то использовал, где-то не использовал, там, в силу своих лет. Но, там, Сергей Константинович, он мне, понятно, что это очень своеобразный, тяжелый человек и тренер. Но при тоже, при должном понимании, ты, как бы, тоже берешь какие-то нюансы. Понятно, я довольно был молод, вот. А игрокам ТОВР постарше, им было тяжело в этой жесткой дисциплине жить. Прям ультра дисциплине, вот. Мне, как бы, так скажем, это немножко успокаивало мою голову, грубо говоря. Потому что ты знаешь свое четкое расписание, ты стараешься выполнять. Да, это тяжело, но потом я уже спустя года немножко, там, ну, поразмышлял, там, что это мне дало. Да, это дало какую-то дисциплину. Понятно, она чересчур там была, но что поделать, такой человек, как бы, бывает. Но мне, мне дало достаточно, чтобы стать таким, как бы, довольно дисциплинированным человеком в плане быта, там, и, как бы, я взял вот это. Сейчас Томас, который свой подход. Я тоже стараюсь сейчас что-то брать от него, потому что тоже свой подход, я такого еще не видел. Егор, сейчас, как это модно в нашей стране, обнуляемся, переходим к следующему блоку. А ты неоднократно рассказывал уже про свое детство, но, видимо, не все твои поклонники про это читали. И, ну, прям вот, сыпалось много вопросов про то, какое оно у тебя было, чем ты занимался и вот все такое. Поэтому давай уделим им внимание и вот, ну, про суд этого момента еще раз расскажем. Ты в детстве, да, как известно, начинал с фехтования. Да. Почему бросил? Я вообще, в принципе, много спортов пробовал, то есть я был импульсивным таким парнем, и что по телевизору шло, тем я хотел заниматься. То есть я, там, видел теннис, шел играть в теннис, там, видел, там, грубо говоря, это что только я не видел. То есть я сразу хотел, чтобы мне это, грубо говоря, ту же ракетку, я, там, пять лет добивался для большого, мне купили. Я, там, сам по три-четыре часа вот для стенки играл, там, тренировался, там, тренировал удары, то есть и в таком духе. То есть потом пришло уже взросление, пришел, там, на урок тренер по фехтованию в моей школе был. Я уже хоть чем был, ну, все, фехтование. Я вообще не понимал, что это такое. Ну, фехтование классное, там, шпанье классное. Вот, потому что сил было много, желания было много. Мне было все равно, чем заниматься. Я просто говорил, чтобы чего-то достигать, там, и так далее. Мне было вот это интересно. И все, я пошел, мне пошло, пошло, пошло. Я, тем более, вот, левша. Вот. И фехтование тоже своеобразное. Особенно ценится. Да, ценится. И, как бы, и плюс мне, да, очень большая длинная рука была для своего возраста. Вот, это тоже было, так смотрели все. Многие тренеры смотрели, так, что это довольно сильно фехтование должно было получиться. Вот. И я дошел, ну, там, я выиграл какие-то соревнования, там, ну, это считалось очень по старшему году. Ну, меня уже хотели, там, повыше куда-то брать, и так далее, и так далее. И я понимал, что мне это капец, как нравится. Я чувствую класс в этом, то есть, там, отдавал себе отчет. Но я понимал, что я этим не заработал. То есть, я видел, там, примеры. Вот у меня, там, тренировался тоже парень, там, два метра ростом. Тоже классный атлет, там, все, и выигрывает что-то. Но он ездит, там, грубо говоря, на Hyundai Sonata, условно. Ну, я беру, что, ну, и то, там, ну, знаете, 2000 года, там, знаете. И это считалось, что он хорошо зарабатывает. Вот. И я понимаю, что, а он уже, как бы, довольно взрослый. И я, как бы, понимаю, что я, наверное, так не хочу. Вот. Я, потому что мне всегда хотелось, как бы, родителям помогать. Уже, как бы, я взрослел и понимал, что я хочу, как бы, заработать, зарабатывать больше и, как бы, стараться уже помогать то, что в меня вложили. Вот. И я попросил мне найти, родителей попросил мне найти секцию. Вот. И там у нас в школе занимался один парень. Моя мама, она учитель в этой школе. И она, ну, спросила у него, номер там взяла, позвонили. Там, я пришел на первую тренировку. Ну, все, мне там понравился. Вот. Говорит, все, приходи, занимайся. Ну, все, и с этого, как бы, пошло. Я потом постепенно совмещал. Мне тяжело было прощаться с видованием. Я понимал, что это придется. Вот. Я бывало там утром бегал с одной тренировки на другую. То есть, грубо говоря, не успевал обсыхать с фехтования и бежал на волейбол. Еще мокрый. Там недалеко был зал волейболя. А есть вот один фехтовальчик с ростом 2,08? Ну, нет, наверное. Я, как бы, сильно не слежу. Но, когда слежу, у меня прям душа, сердце крови обливается. Потому что мне так нравится смотреть фехтование. Вот. Именно шпага. Ну, вообще, в принципе, любой, конечно. Ну, и мой вид был шпага. И я понимаю, что это классно. Мне очень нравится, как это все выглядит. И как сама философия фехтования. Твоих эмоций не видно. Маска. Там все такое интересное. Весь в себе. Какие мысли, стратегии. Какие-то комбинации. В общем, было интересно. Было интересное время, которое тоже мне дало свое в моей жизни. координацию и так далее, и так далее. Потому что я довольно был координированный уже на волейболе парень. И довольно физически крепкий. Потому что там все в низкой стойке. У меня были довольно крепкие ноги. И как бы база была хорошая. Плюс психологически я уже доходил до финала в то время. И я понимал, там у нас соревнования длились 7 часов фехтования. Целый день ты сидишь в зале. И ты весь в мыслях, чтобы не перегореться. Чтобы дойти до финала, это очень тяжело. А ты сказал, что хотел одной зарабатывать и родителям помогать. Насколько у тебя обеспеченная семья была, когда ты был маленький? Ну, учителя, физкультура, оба родителя. И, ну, я скажу, что все, что мне надо было в жизни, я получал. Даже, наверное, больше, чем надо. То есть я в чем-то там не нуждался. Понятно, я очень быстро рос. Я не мог иметь много кроссовок, много одежды и так далее. Но это физически невозможно. Потому что я только покупал одежду и вырастал. Поэтому это было бы, наверное, глупо. А так, в принципе, я все получал. Все у меня, в принципе, было нормально. Тем более у меня родители бывшие спортсмены. Довольно профессионально уровнем. Вот. И, как бы... Мне, как бы, так... Грубо говоря, через воздух передавалось их понимание вообще там спорта с детства. Вот. Ну, нормально все было в семье. Ты приехал в Россию, когда тебе было 17 лет, да? 16 лет, да. Мне 17 лет, по-моему, исполнилось уже на базе. Угу. Какое тебе показалось вот оно тогда, когда ты только переехал? Первое впечатление? Умм... Как даже сказать... Она мне показалась... Грубо говоря, наверное, как русский приезжает в Америку. Ну, да ладно. Настолько? Ну, типа, по состоянию, как сказать, атмосферы вообще на улицах. Ну, я был в Анапе, и там довольно все такое свободное какое-то, летнее. Я летом приехал, и как бы все такое что-то, все на расслабоне таком. Я думаю, вот это прикольно, там, в плане, такая непринужденная обстановка. Вот. Но потом начались сборы. Я понял, что это не расслабон никакой, и, как бы, ну, очень много пахали, и, как бы, было очень тяжело. Но мысли никогда не было, что я там, все, надо ехать домой, что это перебор. Пахали много, там, блин, было вот первый год прям тяжело, потому что там песок, море, то есть, я там, для меня это было тяжело. Вот. Ну, как бы, для меня было интересно. Новые знакомства, построение себя в коллективе, там, все на одной базе. Это такая тоже большая школа, там, находиться целый год на одной базе не каждый сможет. Ну, да. Смотри, а ты много времени проводил вот и в Анапе, да, в Краснодарском крае, а много в Сибири, неоднократно бывал в Москве. Все это, по идее, одна страна – Россия. Насколько люди разные вот в этих регионах? Ну, довольно разные, да. Потому что сначала мне Москва сильно не понравилась, когда я первый раз приезжал, то есть, мне не особо это так, так сказать, по душе было там, суета там. Потом в Уренгое – это вообще отдельный разговор, там, такое, как бы, хаотичное движение, выходовики, то есть, это все, как бы, такой, был для меня странный город, такой, закрытый. И, как бы, я и людей там особо не видел, там, все по домам. Ну, вот. И, как бы, в каждом городе, в котором я ехал, они, ну, да, довольно своеобразные, вот. Потому что Беларусь маленькая, у нас примерно все одинаковые, вот. Даже по регионам, там, куда съездят, там, примерно плюс-минус будет одно и то же, вот. В России ты проедешь на Урал, там, свой говор, свои, там, какие-то, эти, в той же Перми, там, то есть, свое, что-то, ну, в общем, такие нюансы, там, в Краснодарском крае свои понятия, там, и так далее, свои, там, люди. Почему в регионах многие не любят Москву? Ну, потому что, я думаю, что, ну, все фанфары, наверное, достаются им, и, как бы, все считают, что их недооценивают, и города, и так далее, понятно, но это столица, как бы. И что-то, так построено в России, все идет в Москву, а там уже что-то куда-то по чуть-чуть распределяется по регионам, поэтому, понятно, что, наверное, все внимание в Москве, а там уже как придется остальным. Пока, наверное, так, но страна большая, как бы, я даже сильно не хочу в эту тему лезть, но так сложилось. То есть, там к минчанам спокойнее относятся, чем по России, к москвичам? Честно, настолько маленькая сторона, что мы там сильно, я лично, ну, я как бы, как я помню, еще когда жил, такого сильного разграничения нету такого, что, блин, ну, а минчане, там, типа, как вот в России, вон, москвичи, там, сколи, там, вот так далее. Да, то у нас это, как бы, ну, блин, все, как бы, нормально, понятно, Минск немножко выделяется в плане, там, доходов, развития города, да, но это столица, вот, там, естественно, всего побольше, там, ну, всяких развлечений и так далее. Но сейчас более-менее начинают равняться города, а у меня, довольно, в Бресте тоже достаточно всего. — Егор, ты неоднократно в интервью рассказывал по поводу того, что у тебя был какой-то такой, ну, непростой переход в юности, да, когда ты делал какие-то глупые поступки, но после этого понял, что надо останавливаться, немножко, там, переосмыслил отношения к себе, к друзьям и стал примерно таким, какой ты сейчас. А можешь рассказать примерно, что именно это было, чтобы те люди, которые сейчас на те же грабли наступают, на себя со стороны немножко посмотрели? Ну, потому что конкретики никогда у тебя не было, ты просто, ну, так вот, вскользь вспоминал вот эти моменты. — А я говорил, в каком возрасте, я подумал? Не говорил? — Ну, нет, ты не говорил, но, как я просто понял, чисто визуально, это как раз где-то, там, типа, 18-19 лет, может быть, я просто неправильно понял. — Да, да, 18-19 лет я переехал вот в Россию, то есть у меня здесь друзья почистились в Бресте, то есть в Белоруссии, вот. Ну, почистились, это я подразвиваю, то есть кто-то ушел, кто-то пришел, в общем, немножко я понял, кто есть кто, вот. Потом пришло понимание вообще, чего я хочу от жизни, потому что там, как бы, я переехал в другую страну, ну, и началось мое становление, вот, новые люди, новые знакомства, я, как бы, так уже от них отталкиваюсь и смотрю, что мне... Это нет, это я не могу делать, это я могу делать, это я не хочу. И так вот, как бы, по строениям я понял, много переосмыслил, там, что я хочу, и, в принципе, да, по этому пути, как бы, и двигаюсь уже долгое время. Ну, то есть ты на первое место, там, в своем списке приоритетов поставил спортивную карьеру? Ну, да, потому что чем дальше я двигался, тем больше, так скажем, я на кон выдвигал, вот, и понимал, чем я жертвую, грубо говоря, вот. Понятно, что я когда ничего не имел за спиной, мне было легко принимать решение, чем дальше я шел по карьере, тем тяжелее, там, и, то есть, понимание, чем я жертвую, что я могу потерять. Ну, а чем ты жертвовал, там, условно, от чего ты отказывался, от вечеринок, от каких-то встреч с друзьями, от чего еще? Ну, я имел даже в виду, в плане жертв, в том, что я, как бы, все же понимают, что, как бы, если ты выбрал этот путь, то ты должен этому пути уделять полностью свое внимание и желание, и всему. Все остальные сферы уходят на второй план. И когда я выбирал этот путь, то есть, у меня в молодом возрасте чем тяжело, тем, что ты, жертвуя своим образованием, грубо говоря, ты жертвуешь, берешь, ставишь все фишки на спорт. А там уже, как эта рулетка закрутится, ты уже сделал выбор, потому что, ну, невозможно, как бы, быть и там, и там хорошо. То есть, я такого придерживаю. Я, естественно, отдал все свои силы туда, и чем дальше я шел, и понимал, что у меня придет рост карьерный и так далее, я понимал, что я теряю. Потому что в случае, в случае чего года идут, в случае чего, у меня за спиной ничего. Это немножко, как бы, с каждым этим годом, там, пугало, вот. Поэтому, понятно, что наступает какой-то момент, что когда за спиной у тебя чуть-чуть что-то есть, грубо говоря. Естественно, ты, если ты, ну, нормально все мыслишь, ты за карьеру что-то, ну, даже, вот я сейчас, у меня 24 года, ты все равно что-то накопишь. Вот, хоть что-то, вот, которое, как-никак, ты можешь в случае чего. Понятно, что я уже получил, там, образование, там, спортивное, вот, но чем дальше ты идешь, тем больше у тебя, как бы, за спиной. Тем более, сейчас ты попал, грубо говоря, в сборную, естественно, ты не хочешь это потерять. И ты хочешь только прогрессировать, радовать, там, людей своими результатами. А смотри, вот, когда молодой парень с такой, ну, средней обеспеченности семьи, в принципе, даже, ну, да, в средней или не особо доходы, когда были, попадает на контракт какой-нибудь хороший клуб. На него сразу сваливается, там, условно, мешок денег на фоне того, что у него было. Как вот в такие моменты жить, чтобы тебе не снесло голову, и ты продолжал нормально воспринимать реальность? Ну, у меня такое спасибо родителям воспитания. Я, так скажем, тяжело отношусь к деньгам, и я их очень тяжело трачу. И вот сейчас первые годы, когда я что-то там, ну, прям трачу. Вот, потому что до этого я, грубо говоря, очень много откладывал, все копил, и, как бы, первые годы я вообще 90% там, грубо говоря, копил и отсылал родителям, привозил, чтобы они мне, ну, то есть, мне не надо было и так далее. И я, как бы, я понимал, что вот мысль такая, что все может прекратиться, и, как бы, сколько есть возможностей, надо, как бы, думать, вот, и работать, и копить. Ну, я не знаю, у белорусов есть такая небольшая черта, вот, ну, они переживают всегда, потому что в Беларуси довольно тяжелые, ну, в плане, там, если в России, как бы, учителя плохо получают, то здесь это еще в два раза меньше, вот, и, как бы, это так, все, все думают, где что, где-то там на такси поехать, там, где-то, ну, то есть, очень тяжело в плане финансов, потому что она маленькая, мало сфер, где можно заработать, там, в России, как говорится, всегда найдешь какие-то эти, то здесь не так все это легко. А что ты позволил себе из дорогого? Сказал, в последнее время начал. Я купил машину себе дорогую, и для меня это было в фере, в плане, то есть, я после покупки думал, а зачем я это сделал, ну, вначале. Ага. А потом я понял, ну, там были обстоятельства вообще, почему я покупал машину, вот, но когда я купил, я понял, что, наверное, для того и жизнь, как бы, чтобы попробовать хорошую машину, там, поездить, насладиться этим моментом, потому что потом я не думаю, что я буду так же наслаждаться этим. Вот, и я посчитал так, что, ну, почему я не могу ее купить, если, грубо говоря, у тебя есть на это возможности. Да, естественно, ты хочешь попробовать это, вот. Поэтому, ну, такая покупка, такая, без последней. А, ребят, у нас осталось меньше 15 минут, поэтому давайте перейдем в блок ваших вопросов, присылайте, либо вот здесь пишите, либо личные, какие угодно, сейчас будем зачитывать. Вот, Егор, из тех, которые уже были, 5 сентября на Газпром-арене Корж, ты идешь? Честно говоря, я знал, знал это, у меня у жены 5 сентября день рождения. Ух ты. И я ей говорил, давай поедем, там, ну, я, правда, это было все, естественно, до вируса, я не знаю, сейчас, но я, как бы, она на меня посмотрела, вот. Ну, естественно, я так шутку сказал, ну, как бы, понятно, что я бы очень хотел туда попасть, потому что он два раза делал в Москве, я не попал. Раньше я ходил постоянно в Москве на его концерты. Леон, лучший игрок в мире? Сейчас, ну, в разоброс вопросов, но вот, которые приходят, такие задают. Я думаю, на каждого Леона найдется команда, которая сумеет компенсировать его все достоинства. А Леон в одиночку, не скажу, что, да, он очень сильный игрок, но лучший игрок – это команда. Как качаешь прыжок? Да, вот таких много было вопросов. Какая у тебя вообще высота съема и как ты работаешь над этим? Ну, это спасибо генетике, как бы, я почти практически никак не качаю прыжок, потому что у меня довольно хорошая генетика. Вот. Папа у меня прыгун в высоту, бывший, поэтому я просто по детству, там есть такой измеритель высоты, я просто нашел самую высокую точку и просто хотел до нее допрыгнуть. Как бы прыгал, 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 без каких-то там упражнений, просто хотел дотянуться. И как бы, вот, дотянулся. Как относишься к тому, чтобы закрепить номер восемь в сборной навечно? Ну, понятно. Да, 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 у меня, кстати, где-то как-то писали. Неплохая идея, потому что выводят и номера там из обречения Генбаа. Да, неплохая идея. Я думаю, что, да, этот человек заслужил номера. Потому что, как ты смотришь, когда кто-то играет под восьмым в сборной, как-то неловко, ну, то есть, да, то есть, думаешь, ну, как-то не, так, как-то сказать, не к лицу этот номер, так скажем. То есть, ты знаешь, кто под ним был. Если кто не знает, скажем, что это речь про Сергея Юрьевича Титюхина. Егор, хороший вопрос, вот еще подлетел. Самая красивая волейболистка? Ну, то есть, я сейчас скажу, все, я люблю свою жену. Безусловно. Чтобы мне дома не было. Я скажу, что мне, так, если брать, мне нравятся Кимбрилли Хилл и Елена Хавелкова. А, из наших? Из наших, наверное, все говорят, это такая вот классическая фигура Наташи Ленчировой. Еще один знаменитый восьмой номер. Ну, да. Так, про Питер много вопросов, ребята. Вы переслушайте потом эфир сначала. Про это у нас был отдельный блог. Видимо, юные волейболисты прям активно спрашивают, какой рост у тебя был в 15, 16, 17, 18, ты помнишь? Ну, да, в принципе, я помню. Ну, 2.04, 2.02, где-то я был уже в 17-16 лет. В принципе, я ненамного вырос за эти годы. За границей. Хотел бы поиграть когда-нибудь? Конечно. Это одна из моих тоже глобальных целей таких. Не все заканчивается на одной России. Понятно, что каждый спортсмен хочет как бы в разных плоскостях. Потому что в Италии, если брать за границу, это вообще отдельный мир, отдельный чемпионат. Поэтому... Ну, а сейчас где можно, кроме Италии? По сути, Италия безальтернативная лига, помимо России? Пока я думаю, что да. Еще есть Азия со своим волейболом. Но это, я думаю, на конец карьеры. Про Кристину спрашивают. Как познакомился? Ой, ну это надолго. Потом как-то... Да, это там вот долгая история. Ну, и ты уже рассказывал, поэтому можешь прочитать интервью. Вот это интересный вопрос, когда я кинул бутылку на пол, что она даже лопнула. Ну, там я психанул, и получилось так, что на подаче грозера как раз пауза была. Она не сбила его, но как бы выглядело, как будто я специально это сделал, чтобы паузу, пока пол вытирают. То есть такими хитростями тоже можно пользоваться? Ну, вообще, да, как бы, такие хитрости бывают, там, пол вытереть и так далее, затянуть паузу, потому что он серию тогда подавал. Слушай, а помнишь, тренер бразильский как-то второй мяч на площадку выкинул? Да-да-да, это из разряда такого выглядело, но я как бы не специально. Я был просто на нервах, у меня многое не получалось. А я очень хотел, чтобы получалось. Самый запоминающийся выезд волейбольный? Самый запоминающийся? Не Рамли? Не, не скажу. Мне почему-то, вот сейчас последний, так, видать, в Чикаго выезд. Почему-то у меня так сильно это провел впечатление, почему-то, не знаю. Я очень хотел в Чикаго, просто я давно помню. И поэтому атмосферка такая, ну, интересно было. Джордан опять? Да, я очень хотел этот монумент увидеть, потому что для меня тоже такая икона в спортсменке. Поэтому, да, я хотел туда попасть. Как фамилия правильно произносится? Давай, скажи, чтобы раз навсегда все запомнили. Как вам удобно. Вообще, Клюка. Ну, я так привык. А сейчас в России как бы без разницы, как меня называют. Я уже по всему как бы... Город, в котором хотел бы побывать. Побывать. Ну, в принципе, все свои города я уже побывал, которые я прям сильно хотел. А так остальные, там, понятно, я в Исландию хочу там побывать и так далее. Такие города, они нестандартные, там, на Форельских островах хочу попасть. Фореры. Непал. Да, Непал, да, я говорил, да, Непал. Ну, это понятно, что это далеко. Как зовут Корги? Тортик его зовут. Тобака-тортик. Если можно было бы вернуться в любой день из твоей жизни, какой бы это был день? Такой философский вопрос. Кстати, фильм недавно такой смотрел. Да, я не знаю, в принципе, наверное, вот сейчас у меня такой этап, когда у меня была, ну, есть травма, и как бы я бы, наверное, вернулся до того, когда она у меня произошла, вот, чтобы предотвратить. А ты с ней не разобрался еще до конца? Ну, как бы разобрался, но, как бы, все равно это такой нюанс, который мне не хотелось бы. Я бы хотел в чемпионат играть, а не сидеть, вот, грубо говоря, там, три месяца и смотреть. Про баскетбол спрашивают, кого ценишь? Кто топ в баскетболе? Я ценю. Я не то, что ценю, мне просто нравятся, там, некоторые игроки в своем стиле, то есть, там, Джеймс Карден мне нравится, как он... Нестандартно. Да. Обычно, там, знаешь, тут Леброн, Стефан Карри. Да. Айзея Томас мне нравится. Вот. В принципе, ну, такие ребята, они вот, что мне так сразу на ум. Во-первых, они левши почему-то, мне левши нравятся. Да, и... Тогда в теннисе ты за Нодали болеешь. Нет, нет, нет. Федор, извините, надо первым. С кем живешь, когда выезд со сборной? С Мусарским, Дима. С ним мы, ну, уже несколько выездов и поняли, что довольно хорошо уживаемся. Последняя запись в твоем дневнике. Люди знают, что ты ведешь дневник. Честно, там, прекратил дневник. Довольно долго уже не веду. Вот. Не знаю, почему прекратил, но вот последнее не помню. Наверное, что-то про выезд. Я там писал свои мысли. Фильмец какой-нибудь, который тебя зацепил. Фильмец, который меня зацепил. Что меня цепляет? Ну, я последнее время почему-то мне нравятся мелодрамы, которые такие, как бы, не плаксивые, ну, девичьи такие. А мелодрамы, которые, там, заставляют тебя о чем-то задуматься, о чем-то глубоком, что важно, там, про родителей, что-нибудь, еще что-нибудь, такие мысли. А, я вспомнил, что можно вот так вопросы еще выводить. Тренером готов стать лет через 20? Честно говоря, мне интересно, то есть, я, как бы, тоже стараюсь по возможности, что знаю, то могу подсказывать, что сейчас у меня в багаже есть, там, стараюсь помогать, это мне интересно. Борода. Почему? Честно, я, потому что уже привык, как бы, мне дискомфортно без бороды. Во-первых, не то, что мне, как я выгляжу без бороды, а как ее постоянно брить. И я понял, что я не могу это делать постоянно, и мне это надоедает, во-первых, она отрастает, и мне чешется, колется, и так далее, и мне дискомфортно. И плюс раздражение постоянно. Я решил, что мне так будет комфортнее. Про факел, вопросики с Дмитрием Волковым дружишь, и знаешь, кому-то из молодежки. Сделай приятный кому-то из молодежки. Назови фамилию. Ну ладно, хорошо. По поводу Димы, я не скажу, что я супердруг. Мы, так скажем, товарищи по команде, выполняем одну нашу работу, нашу цель, делаем результаты и так далее. Не скажу, что я там в обычной жизни как-то с ним, грубо говоря, вхожу в гости. Обычные рабочие отношения. По поводу молодежки факела... А, я знаю, Ковальчука знаю, это белорус. Просто там очень много поменялось, я перестал следить, там было очень много белорусов, кто-то бы уходил в пляжку и так далее. Ситюк, по-моему, есть такой. Я их фамилии не знаю, я их всех знаю в лицо. Там много меняются, какие-то варенки у кого-то дают, я так не особо успеваю следить. Советую тебе, раз ты любишь мелодраму, посмотри «Прекрасный эпоха» с ним, понравится. Хорошо, посмотрим. Егор, 28 секунд, давай последний вопросик выбери какой-нибудь. Любимая песня Коржа. Вот, отлично. Спой. Спеть не смогу, потому что голоса нет. Песня мне в чат пришла в голову «Не выдумывай». Там много так интересного, что много все люди выдумывают. Все, люди, все идем слушать песню «Не выдумывай». Егор, 5 секунд, спасибо тебе большое за эфир. Все, пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok